Еще несколько лет назад в Подмосковье была острая нехватка врачей и младшего медицинского персонала. Сейчас ситуацию удалось выровнять, в том числе благодаря социальной ипотеке, поддержке молодых специалистов и помощи органов муниципальной власти. В здравоохранении несколько направлений, которые требуют личного внимания, персонального контроля и развития. Это, безусловно, ремонты наших медицинских учреждений, строительство новых учреждений там, где их не хватает, оборудование, которое необходимо закупать современное или обновлять старое, или покупать новое. И, конечно, это кадры. Ничего из того, что я перечислил вначале, ни наши ремонты, ни стены, ни оборудования не сможет работать без квалифицированных кадров. Этой работой мы также занимаемся для того, чтобы привлекать специалистов и не только с территории нашего района, но и с других территорий страны. Нам нужны звездочки, а звездочкам нужно жилье и соответствующие меры поддержки. Особое внимание было уделено поддержке системы здравоохранения коммерческими структурами. Тесное взаимодействие с крупнейшими банками страны дает свои результаты. Сегодня открываются широкие возможности для профессионального роста, становятся доступными современные методы лечения, улучшается база наших лечебных учреждений. Новая эпоха предъявляет свои требования и побуждает работать с максимальной эффективностью. Уверен, что все, кто самоотверженно служит отечественной медициной, успешно справляясь справиться со своими задачами, желаю вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, вдохновения, оптимизма, новых успехов и свершения вашей благородной и важной профессии. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, покой и гармония, а ваши чуткие сердца и золотые руки будут вознаграждены признательностью и любовью пациента. Медицина не стоит на месте, технологии шагнули далеко вперед. Осталось вывести и качество оказания медицинской помощи на должный уровень, чтобы быть конкурентно способными. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.